Слава Господу нашему! Слава за то, что Он любит нас, за то, что Он нас хранит, за то, что мы здесь собрались. И несколько месяцев назад Виктор говорил о столпах или устоях нашей жизни как верующих людей. И у нас, как у верующих, должен быть определенный фундамент, и должно быть определенное строение или устройство нашей жизни. И слово говорит, что все же должно быть благопристойное чинно. И один из устоев или даже как основанием является благочестие. Я хочу продолжить свою традицию, говорить определенные слова из Библии, которые действительно дороги для меня. Я прочитаю со второго послания Петра, первая глава, со второго стиха. Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Машииха, Ишуа, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире расклеения похотью. То вы, прилагая к этому все старания, покажите вере вашей в добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, воздержания и терпения, в терпение благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего, Ишуа Машииха. Благочестие. Я думаю, что для нас из каждой, для многих из нас это слово знакомо. И к чести нашей общины могу сказать, что я уже не раз слышал здесь, именно, сколько нахожусь, именно слово на это слово. Ну, слово, проповедь на это слово. И также я хотел бы разобрать, что же все-таки означает благочестие. Слово благочестие, в общем-то, это сложное слово, и оно состоит из двух слов – благо и честь. Я думаю, что для многих из нас все-таки понятно, что такое благо. То есть, мы, может быть, даже уже сегодня и не пользуемся в обыденной жизни таким выражением, но слово благо означает добро, или что-то хорошо, или даже, может быть, что-то прекрасное. А слово «честь» означает достоинство, благородство, репутация, почет, целомудрие, непорочность. И слово «честь», наверное, тоже не так уж часто используется, уже не говоря о том, что целомудрие, непорочность. Но, тем не менее, Слово Божие говорит нам об этом. И как можно понимать благочестие? В различных переводах оно говорится, может быть, вместо этого слова употребляться другое слово. Но в целом благочестие означает богобоязность. То есть, благочестивого человека можно назвать тот, кто боится Бога. Также можно назвать человек благочестивый – это тот, кто святой человек или праведный. А также одно из значений слова «благочестие» – религиозность. Я знаю, что в протестантских общинах часто слово «религиозность» используется как отрицательный пример. Но это просто уже так сложилось, что слово «религиозность» стали использовать. На самом деле, слово «религиозность» – оно не такое уж и страшное, и, в общем-то, не имеющее к нам отношения. На самом деле, слово «религиозность» – оно также означает благочестие. И в некоторых переводах Библии на других языках оно так используется, чтобы там, где у нас написано «благочестие», пишется «религиозность». И также на иврите есть несколько выражений, которые можно было бы перевести как «благочестие». Одно из них, как «элаут» – это божественность, это богословие, а также «набожность». И также есть слово «душа» тоже как «святость», которое тоже можно перевести как «благочестие». Может быть, кто-то помнит, что кто-то изучал историю христианства, что есть... Ну, оно как бы на протяжении всей истории возникало движение как пиетизм. То есть, движение благочестивых. И в некоторых течениях оно так и называлось – благочестивое движение. И, в общем-то, так или иначе, благочестие, оно будет для нас рано или поздно, ну, вот если будем читать Писание, будет возникать перед нами. И слово «благочестие» и именно «благочестие» имеет большое значение для нашей жизни. Как можно просто охарактеризовать, что такое благочестие? Благочестие – это внутреннее стремление к Богу, посвящение Ему, выраженное в наших действиях, святости, любви, милосердия. Мы располагаем наши сердца к стремлению и к служению Ему. Кстати, хотел бы напомнить, что вообще набожность, оно, в общем-то, свойственно всем людям. И даже не верующим в Ешуа, оно тоже свойственно. Один классик социализма как-то точно подметил, что каждый из нас очень религиозный, каждый человек очень религиозный. И религиозность в каждом человеке так или иначе проявляется. В какой-то религии люди как-то пытаются быть прилежным, что-то исполнять, что-то делать. И даже в атеизме последователи атеизма хотели быть похожими на своих вождей, ставили мавзолеи, памятники, устраивали всякие парадные шествия. Это тоже проявление религиозности человека. И благочестие нельзя рассмотреть, не всегда, ну и даже не нужно всегда рассматривать как нечто отдельное. Благочестие это, можно сказать, что как, вот если мы читаем здесь Петра, как определенная ступенька в нашем духовном развитии. Или можно сказать, что, или цепочка, звеноц цепи нашей жизни, которая нечто объединяет и помогает нам двигаться дальше. Примеры из Библии, которые говорят нам о благочестии. Я прочитаю из книги «Бытье», «Бытье», 3 глава, 7-й и 10-й стихи. Где, в общем-то, не сказано прямо о благочестии, но, тем не менее, мы видим проявление этого. «Бытье», 3 глава, 7-й и 10-й стих. «И открылись глаза у них, то есть у Адама и Евы, у обоих, и узнали они, что наги и сшили смокованные листья и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог, когда мой сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг и скрылся». Что можно отметить? Что именно с того момента люди стали осознавать, что что-то произошло, что что-то с ними не так. И, желая как-то скрыться от Бога, они сделали себе покрывало из листьев и скрылись от Бога. И так или иначе, каждый человек пытается как-то показаться перед Богом или перед тем, кем он считает себя, ему нужно поклоняться. Я также прочитаю из Бытия, 4 глава, с 3 стиха. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от укаев. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его». То есть, здесь мы видим о том, как два брата приносили жертвоприношение Богу. И мы видим, что один дар был принят, другой не был принят. И мы видим, что из этого действия, что в этом они также как-то хотели выразить себя перед Богом, то есть показать свое благочестие перед Всевышним. Где мы можем еще встретить, где пишется о благочестии? Давайте откроем из Луки 2 глава, Евангелие Луки 2 глава, 22 стиха. «А когда исполнились дни очищения их по закону Маше, принесли его в Иерусалим, то есть Ишуа, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола разбежающего ложественно был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубины. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый чающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машеха Господня». И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Ишуа, то, чтобы совершить над ним законный обряд. Мы видим, что был Симеон, или как правильно сказать на ювелите, Шимон. Он был муж праведный и благочестивый. То есть, человек, который показывал своей жизнью, что он действительно чтит Бога, что он знает Бога, и также написано чающий утешение Израилева, то есть, ожидающий утешителя, ожидающий Машеха. И он настолько это ждал, что Духом Святым ему было открыто, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машеха. Я думаю, что это была жизнь очень благословенного человека. И это, наверное, такой вот яркий пример, именно как нужно быть благочестивым. И где мы можем еще встретить тем, каким образ благочестивого человека. Знаете, я рискну поставить такой пример, как фарисея. Для многих слово фарисея, оно может быть какое-то такое вот, ну, немножко ругательное. Кто-то говорит, ну, ты фарисей такой. На самом деле, слово фарисея или прошим – это хорошее слово. Это были те люди, которые действительно разбирали Писание и хотели исполнить Писание и исполнить его в точности. И также они придавали большое значение своему внешнему образу жизни. И не всегда слово фарисея, оно может быть отрицательным. Мы читаем из Луки 18 глава с 10 по 13 стих. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Но мытарь же, стоя вдали, не смел поднять даже, поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешник». Я сейчас не хочу коснуться вопроса праведности или оправдания, но хочу коснуться того, как действительно выглядели фарисеи. Они не были грабителями. Они действительно вели такую вот святую жизнь. Не побоюсь сказать, что для них, для многих, жизнь была именно святая, потому что они не грабили. Они исполняли точно эти предписания и пытаясь все исполнить, то, что они считали, как вот по их пониманию нужно исполнить. Мы также читаем из Филиппийцам 3 глава, 4-6 стихи. «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова и еврей из евреев по учению фарисеи, по ревности гонитель Церкви Божией по правде законной, непорочной». Но что для меня было преимуществом, то ради Машиха я почел читаю. Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Машиха Ишуа, Господа моего. Для него я от всего отказался, все почитаю за сош, чтобы приобрести Машиха. Он знал, что такое благочестие, и он знал, что по правде законной, по правде законной, как это понимали фарисеи, он, в общем-то, был очень почитаемый человек. И для него это было не просто слова, именно его жизни все было, чтобы именно так сделать. Он был очень ревностный в этом хождении. Но настал такой момент, когда открылись у него духовные глаза, когда он посвечал Машиха. И он узнал о хождении перед Всевышним нечто новое, о том, что Маших пришел. О том, что Маших пришел, и что он уже искупил его. И что есть нечто большее, чем просто исполнение. Он не отказался от того, чтобы исполнять определенные предписания. Мы читаем из книг «Деяния апостолов», что он приходил в храм, и что среди иудеев, как он пишет, «Я всегда был как иудей, я оставался иудеем, и оставался фарисеем». Он не отказался от своего звания, как фарисей с фарисеем. И, тем не менее, он пишет о том, что я от всего отказался. В каком смысле? Что я нашел нечто большее. Именно более глубокое. И в послании Якова мы читаем о благочестии настоящем и ненастоящем. Давайте прочитаем Якова 1 глава с 26-27 стиха. Если кто из вас думает, что он благочестив, но не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие, чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Благочестие может быть пустым. может быть наше благочестие бывает просто так показушно, но внутри мы может быть не совсем такие, какие есть. И я скажу, что это часто бывает в жизни человека, что внутри он такой, а снаружи может быть оказаться совсем другим. так вот Писание говорит о том, что нужно иметь настоящее, чистое благочестие, уметь обуздывать свой язык. И я думаю, что один из самых таких сложных моментов это в том, чтобы научиться говорить правильно и говорить то, что угодно Всевышнему. Я думаю, что каждый из нас сталкивается с таким явлением в своей жизни, когда что-то наговоришь, а потом думаешь, зачем я это сказал. Но мы знаем, что Слово Божие призывает, чтобы мы отказывались от такого и приобретали именно не пустое благочестие, а настоящее. Как написано, что хранить себя неоскверненным от мира. То есть не оскверняться. Не оскверняться этими словами, которые выражается этот мир. Я скажу, что это непросто. Потому что так или иначе так устроены мы, что когда мы где-то находимся, мы как бы начинаем впитывать то, что нас окружает. И очень иногда бывает по неосторожности, кто-то по неосторожности, кто-то по привычке. Мы часто пытаемся как-то, может быть, даже подражать этим окружающим нас людям. Говорить, как эти люди. Я помню, что когда в 90-х годах стали появляться фильмы про крутых, про богатых, и как-то незаметно вот этот лексикон, он стал проникать именно среди верующих, особенно среди молодежи. Потому что, ну, я был тогда еще совсем молодой, и для меня это было, в общем-то, знакомо. и как-то мы вот так выражались, пытались как-то в чем-то подражать этим людям, даже одевались в красные пиджаки, какие-то цветастые галстуки. То есть, так или иначе, это свойственно нам подражать окружающим. Но, знаете, есть образец для нашего подражания в том, чтобы подражать именно Ишу. Быть Он для нас яркий пример, как нам нужно поступать, именно как нам нужно проявлять свое благочестие. Я также прочитаю 2 Тимофея, 3 глава с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена чашки, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добро, предатели наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшися. Таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих в грехах, вводимыми различными походями, всегда учащихся и никогда не могущихся дойти до познания истин. Ну, далее он приводит пример. И, когда я читаю это место, знаете, понимаешь, что действительно это все реально. Как тогда были в те времена, так и сегодня будут появляться люди, имеющие вид благочестия. и нам нужно быть очень осторожными, чтобы не быть такими людьми, чтобы наше благочестие не было таким показушным, а внутри вдруг мы оказались совсем не те. Или на делах, вообще утопающих в тех грехах, которые здесь написаны. То есть, Писание говорит, что имеющий вид благочестия силы же его отрекшись. И что значит сила его отрекшись? Это значит полностью уже погрязшие в этих злодеяниях, которые здесь описаны. А также я прочитаю с 1 Тимофея 6 глава 5 стих. Пустые споры между людьми поврежденного чуждой истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляясь от таких. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Мы вчера разбирали на домашней группе третью главу Деяния и разбирали такой пример о том, как было исцеление в храме одного человека, который был, в общем-то, инвалидом с детства. И где Петр потом говорит о том, что не нашим благочестием или нашей силой мы сделали это. То есть и мы разбирали такой момент, что он что-то ждал. Он, видимо, вглядывался в лица тех, кто заходил, оценивал их по одежде, по виду, сколько они могут ему подать. И каждый раз он ждал, что кто-то ему что-то подаст. Но вот наступил такой момент, когда зашел Петр с группой и сказал, что серебра или золота нет у меня. Но что имею, то даю. И часто, может быть, так или иначе проникает среди верующих такое учение, что благочестие это некий такой ключ к успеху, особенно к материальной жизни. Я скажу, что здесь что-то есть. Действительно, мы видим из истории, что Господь благословляет людей, которые Его любили, хотели следовать за Ним и следовали за Ним и также ну как жертвовали на служение. То есть посвящали себя, допустим, бизнесу или какому-либо вообще делу и приносили материальный доход. Но я хочу сказать, что в чем здесь может быть заблуждение. Заблуждение может быть в том, что из-за того, что я благочестив, за то, что я все исполняю, то, что приношу десятину, значит, я обязательно стану богатым. Или преуспевающим. Не всегда это так. И не нужно себя обманывать о том, что если я сегодня принес один шекель, завтра у меня будет из-за этого сто шекелей или тысячи. именно об этом заблуждение в общем-то, наверное, в те времена уже тогда писал Павел. А также написано, чтобы мы упражнялись в благочестии. Для чего нужно упражняться в благочестии? Мы знаем о том, что Бог свят. Он написано, что Он свят. И также Он говорит, что будьте святы. Будьте святы. Что значит быть святым? Это значит смотреть на Бога и следовать, именно стремиться к Нему, быть таким, как Он. Богу не свойственно быть во грехах. Богу не свойственно ошибаться, спотыкаться. Нам это свойственно. Но для того, чтобы достигать Бога, приближаться к Нему, быть благочестивым, нам необходимо освящаться. Нам необходимо освящение, чтобы быть именно благочестивым человеком. И нам необходимо очищение от наших грехов. Все вот эти предписания, которые были сказаны в законе, они свидетельствуют о том, что человеку необходимо очищение. Нам необходимо очищаться, нам необходимо следовать по этому пути. Я также прочитаю с 1 Тимофея 4 глава 6 стиха. Внуша это братьям, будучи добрый служитель Ишуа Машеха, питаемым словом веры и добрым учением, которым ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй в себя благочестие, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно и всякого принятия достойно. телесное упражнение. Я хотел бы обратить внимание. В классическом понимании мы понимаем телесные упражнения, это, наверное, как спорт. И действительно, тот языческий мир, в котором находились те верующие, в том числе и Павел, он был наполнен именно языческим культом телесных упражнений. С тех времен нам пришло, допустим, такое понимание, как стадион, марафон, а также различные единоборства, а также, как вот, помните, наверное, в 90-х, даже в конце, наверное, 80-х стало приходить именно культуризма, где учили, каким нужно быть сильным, как накачать мышцы и все такое. И во всем этом была одна такая мысль, что надо этим заниматься постоянно. И вот Павел не говорит, что это вообще бесполезно, что это не нужно. Но он приводит пример о том, что нужно быть постоянно. Чтобы чего-то достигнуть, нужно быть в этом постоянно. И один из плодов духа, мы читаем воздержание, или еще называется, можно перевести на современный язык, как самоконтроль. Нам необходимо себя контролировать, нам необходимо вести постоянный такой образ жизни. Нам необходимо постоянство следования за Всевышнего. Для того, чтобы иметь очищение, для того, чтобы следовать за этим. Может быть, из нас многие знают, как ездят здесь, в Израиле. Когда видят камеру, приостанавливаются и пытаются соблести правильно, правильную скорость. Или, допустим, когда видят полицейского, приостанавливаются, все так осторожно проезжают. Ну, не все, даже не все. Но многие так делают. Я скажу, что я тоже так иногда делаю. Но, знаете, я скажу, что вследование за Богом так не работает. Нам необходимо строгая, строгий самоконтроль. да, Бог прощает. Да, Бог очищает. И Он говорит, что я милостив к вам. Я не только милостив, но я также и свят. И будьте святы, как я свят, Он говорит. Желаем ли мы быть благочестивыми? Желаем ли мы научить наших детей этому? Во многих общинах складываются определенные традиции. Я скажу, что традиции это хорошо. Именно традиционные общины, традиционные общества, они более устойчивые, они более такие вот твердые. И также общины имеют свои традиции. Когда мы сюда пришли пять лет назад, я познакомился с этими традициями, с выносом Торы, о том, как мы разносим молитвами «да» и все остальное. И знаете, по происхождению я не еврей, но для меня это стало дорогим. И знаете, важно, чтобы традиции были живыми для нас, чтобы они работали. И в то же время нам не нужно смеяться, может быть, какие-то традиции есть в других общинах. Возможно, для нас они покажутся старомодными или еще что-то, но от этим не нужно смеяться. Для кого-то это именно живое исполнение. важно, чтобы эти традиции работали. Это также важный момент в благочестии каждого из нас. Я знаю, что воля Всевышнего, чтобы мы были благочестивыми. И также, чтобы мы научили наших детей быть благочестивыми. Чтобы они научили себя быть именно чистыми, жить чистой жизнью и непорочной в этом мире. а также, чтобы имели внешнее это проявление в воздержанном языке и в оказании определенной милости или благости к окружающим. И я верю, что Господь поможет нам в этом. Аминь. Аминь.